Он колючим был с беленок, очень маленький ежонок. Вот он, главный герой премьерного спектакля. Отсюда и название «Колючая сказка». На самом же деле колет она только самого ежика, который решил найти новых друзей. Но благодаря перипетиям понял, что старый друг лучше новых двух. У меня такая тут негласная в коллективе кличка ежик, потому что я иногда так аааа, начинаю резко что-то высказываться или что-то делать, то есть как распускать колючки. Вот ежик, думаю, ну надо себе писать что-нибудь. И сказка очень добрая, она очень такая поучительная, в хорошем смысле, но не нравоучительная. Как бы учить, мы, не наша функция, не функция театра кукол. Да, а вот влюбить в искусство, не навязчиво абсолютно таким вот сказочным языком, мы пытаемся говорить какие-то простые, человеческие, добрые, хорошие вещи. Если рядом есть друзья, веселишься ты и я, все проблемы не страшны, все вокруг друзья нужны. Премьера «Колючей сказки» уже 7 сентября в Доме культуры Центрального района. А чуть позже – еще один премьерный показ, но уже рассчитанный и на взрослую публику. Это спектакль по мотивам чеховской каштанки. Для саквояжа он экспериментальный. Во время игры не прозвучит ни одного слова. Я вот учусь у Бориса Анатольевича Константинова, это мой мастер, который лауреат многих театральных премий «Золотая маска». Он главный режиссер театра «Кукол Брасцова». Вот сейчас он, для меня огромная честь, пригласил меня летом на постановку спектакля «Диоды Мерта» с «День мертвых». И вот ассистентом режиссера я был у такого мастера потрясающего. И мы тоже делали спектакль. Это спектакль о Фриде Кало, о ее жизни, о ее творчестве. В нем тоже не было текста, абсолютно. То есть мы это все выражали с помощью художественных средств. Действие, свет, цвет, объект, предмет. Вот. Это очень интересно. Роман Соколовский готовит историю не о самой каштанке, которая обрела нового хозяина, а о клоуне, который подобрал будущую цирковую артистку. В театре кукол «Саквояж» рассказ о верности животных перерастает в рассказ о старости, о том, что у пожилых людей тоже есть своя вселенная. И несмотря на возраст, они не задумываются о завершении своего пути, в том числе творческого. Все спектакли «Саквояжа» отныне будут сопровождаться различными интерактивами. В Доме культуры Центрального района много нововведений и новый директор. Мы хотим сделать игровые зоны, розыгрыши, приятные сюрпризы для малышей. Вот вижу, что с творчеством здесь все в порядке. Сейчас основную цель, основные свои силы направим на улучшение и укрепление материально-технической базы. Начнем с новых кресел. То есть это первоочередная наша задача. Судя по афишам, театральный сезон в Сочи начался. Хотя и теперь приобщиться к искусству театра кукол могут и взрослые. Именно на это рассчитан новый репертуар «Саквояжа». Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ».